Так, друзья мои, я только что снимала, я снимала Lexus TX, а сейчас его, ну, более бюджетный вариант, уж прямо будем говорить, это Grand Highlander. У нас зашла одна такая машина, в данный момент их больше нет, и вот этот автомобиль, он с бензиновым мотором 2.4, в очень неплохой комплектации. Вот давайте просто визуально сравните их, вот, пожалуйста, Grand Highlander, а вот Lexus TX, Lexus дороже, функционально это одинаковые автомобили. По салону Lexus, конечно, наряднее, по мультимедиа, даже по тому, как переключается нефиксируемый джойстик. Так, ничем не хуже, именно, подчеркну, по функционалу Grand Highlander, но он, безусловно, проще. Это видно по материалам, по всему, по музыке, которая здесь стоит, там Марк Левинсон, здесь попроще. Но здесь также капитаны, видите, хотя бывает и обычный диван. Повторю то же самое, что я говорила в TX, это единственные машины, в которых я абсолютно нормально своими глазами видела и показывала на канале. Сел мой оператор Кирилл, метр девяносто семь сзади, и мы смогли задвинуть сидение. То есть человек двухметрового роста там может находиться на третьем ряду. В других машинах это просто, в принципе, невозможно. Он не может, ему ноги некуда деть, мы не могли закрыть второй ряд. То есть человек среднего роста типа меня, 175, там вообще будет волиготно себя чувствовать и чувствует. Опять же, показывал это в видосах. Смотрите, что мы здесь имеем. Здесь у нас электросидение с памятью. Бесключевой, старт-стоп. Адаптив, вот он. Подогрев, вентиляция сидений. Тоже, видите, все абсолютно то же самое. Но здесь эта машина больше для таких, как я, староверов, любителей крутилочек и кнопочек. Вот здесь где-то, вот он, подогрев руля. Вот это электробагажник. Но задний ряд я вам уже показывала. Выбор режимов движения. Вот ассистент спуска с горы, беспроводная зарядка для телефона. Тоже невероятное количество ниш и подстаканничков. Бокс здоровый. О, подарок. Только мне могут подарить такое на 14 февраля. Огонь. Секретки. Вот такой, ребята, у нас Grand Highlander. О, у него тоже есть панорама. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова